Я приветствую всех. Да, это так. Моё имя Максим Назаров. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Несмотря ни на что, комментируйте это видео. Михаил Чеплыгин, как и было обещано ранее, с нами на связи. Миша, привет тебе. Наконец-то ты на меня посмотрел, блин. Да то сидит, смотрит куда-то выше меня. Добрый вечер. Я смотрю в небо. Обращаюсь к Богу. Макс, ничего хорошего. А кому еще обращаться, Миша? Времена такие черные, тяжелые. Вот реально Блэк, Фрады и все Манды. Короче, вот каждый день у нас Блэк, чернота. Кому еще обращаться в такие моменты? Блэк, Фрады. Зависит исключительно от ДТЭК, мой друг. От кого? От ДТЭКа, мой друг. Молимся на ДТЭК, значит. Ты знаешь, как шутку прочитал в Твиттере. Значит, нарешті, украинские дитлахи перестали бажать, это дебильное бажание перестало в них стати депутатами. Теперь все бажают стати электриками. Слушай, это я приветствую, я за инженерные мысли. Знаешь, кстати, вот, чтобы мы уже так с юмора перешли, я тебе скажу, что была проведена очень интересная статистический анализ того, в новой, вот при Сидзепине, значит, в Китае, провели анализ, сколько технически, то есть есть образование гуманитарное и техническое, да, инженерное. Так вот, сколько инженеров и технического образования попало в новый состав их руководства партий, на ключевые посты в КНР? Ты не поверишь, раза в два с половиной больше, чем было ранее. Более того, Китайская к 35-му году, они, ну, просто обойдут по всем параметрам США. То есть у них акцент именно на высшее техническое инженерное образование везде. То есть не может человек без инженерного образования заниматься государственным управлением, в принципе, не может. И они пошли по этому пути. Ну, нам рассказывают, что высшее образование, а, вообще не нужно для управления, вот, и, собственно говоря, мы наблюдаем это все. А, с другой стороны, в великой аграрной державе 16 века с уменьшенным ПДВ на агробаронов и компенсацией, компенсацией, да, из бюджета, ПДВ с зерновым коридором, да, при этом можно не продавать валютную выручку Украине вообще. Да, нам не надо, нам не надо образование, откуда оно возьмется. А луна – это белый бубен, белый бубен, который ссор расподимает на Украине. У нас еще столько зрады впереди тут. А какая зрада ядрить твою дивизию? Я, наоборот, пытаюсь спасти граждан от лишних знаний. Лишние знания – это печали. Чем больше ты пытаешься кого-то спасти, призывая к критическому мышлению, тем больше на тебя навешивают ярлыков. Массы не нужно спасать. Массы спасает пропаганда. Макс, продадим ярлыки, выиграем выборы. Это стандартная украинская тема и традиция. Макс, мы с тобой, да, видишь, на веселе такие свет пока есть у тебя, у меня. Ну, у меня-то понятно, а у тебя странно. Ну, да, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, есть. Воды нет, правда, но ничего. Голову помыл, как видишь. Макс, не поверишь, запах все равно не передается через... Нет, запаха... Ладно, ладно, у меня аромосвечей много. Все-таки жена... Спокойно, я тут лекции почитал. В Швейцарии, блин. Горбса, семья у меня этот, как его, лазарет, блин, тут, понимаешь? Понятно. В общем-то, я сразу предлагаю нашим подписчикам, которые смотрят прямо сейчас эфир, напишите в комментариях, откуда вы, из какого города и с какой страны. Очень интересно расширить и увидеть нашу географию. Тем более, что, тем более, Миша Чеплыга привлекает внимание очень многих граждан мира. Миш, ракеты... Главное, не санитаров, мой друг. Ну, иногда санитаров, признаюсь тебе, то, что я вижу в комментариях. Да, значит, ракетный обстрел очередной достаточно страшный, потому что последствия от этого ракетного обстрела испытал уже каждый житель Украины. И в таком объеме и масштабе, которого ранее не было. Да, то есть, например, в Киеве там по 32 часа, по 40 часов. Вот уже сегодня, у меня товарищи живут на Абалоне, света и связи нет до сих пор на некоторых там улицах. В общем, ситуация сложная, серьезная. После чего, после этого ракетного обстрела Владимир Зеленский выступил на заседании РАДБЕЗООН. Еще раз предложил украинскую формулу мира. Европарламент признал Россию государством спонсором терроризма. Ну, в общем, это все идет по накатанной, только вот хотелось бы понять дальнейшие последствия и действия России. Ну, то есть, явно же они на этом не собираются останавливаться. Макс, ну, поскольку свет-то у меня есть, в отличие от тебя, поэтому... Так, у меня тоже есть пока, не нагнетай. Макс, да с юмором, да с юмором, понимаешь? А что, блин, завернуться в одеяло, блин, чи простый родло билый и повильного повстения на цвинтер? Там них совсем не хватит на том цвинтере, слушайте. Короче, возвращаемся домой, ставим свечку, блин, жарим сало для закуси на свечке, блин. Наливаем 100 грамм, блин, и пришли вон и нахер, блин, со своими тапками. Извращение, знаешь. Жарим сало. Что, плакать им на радость, блин, чи шо? Вот, нет, Макс, ну, давай объективно. Слушай, все это было описано, я четко помню, в твоих эфирах было описано еще в самую 100 месяцев. Называется это все словом катарсис. Объясняю тебе, знаешь, мне вчера, вот я, ну, я вот это вот тоже просал, это написал, ну, а как, ну, что делать, плакать, блядь, чи шо? Я взял и стараюсь, как могу, поддерживать. Тем более люди, которые меня читают и тебя смотрят, они ко всему давно уже готовы. Они все это знали, все понимали и так далее. Вот, ты че, плакать, чи шо? Мне пишут, блин, ваш юмор не уместен, терреры, да тут полный кобздец. Я говорю, слушайте, что вы нагнетаете? Я вам еще раз скажу по-простому. Можно с матюком? Да вы, блядь, хоть головой, сука, об стену уебитесь. Не будет, блядь, переговоров, запомните это. Не будет. Власть не самоубийца, понимаете? Вот вам весь сейчас дам расклад, блядь. Миша, ты называется допоздилайся, понимаешь? Все, пропал у меня интернет. Ну, я же сказал, блядь, хоть головой об стену уебитесь. Ну, видимо, кто-нибудь там, какой-то этот интернет-провайдер решил уебаться на этих словах. Так вот, сообщаю. Хоть головой об стену, но уебитесь. А, собственно говоря, переговоров не будет. Ну, по крайней мере, до катарсиса. То есть до тех пор, пока не закончится полный пиздец. Ну, это же было в моих непророчествах. Ну, что тут не ясно? И знаешь, как люди пишут, все, все херово, давай такую атмосферу создавать, мол, смотри, как все херово, срочно надо поговорить. Да, я провожу опросы регулярно, три месяца, срез моей аудитории, все остальное, все открыто, все в паблике. Я же говорил, два пика, 75 на 25. Два исторических пика в Украине, 75% на 25. И все беды нашей страны от попыток победить на 75%, а потом всунуть это все или натянуть, блядь, сову на гол, на глобус, 75, натянуть на 25. Ну, вот, или наоборот, на 75, на 75, да. Вот и вся херня, вся херня нашей современной истории. Ты, блядь, если победил на 75, на них и сиди. А если ты пытаешься потом, третий или четвертый на моей памяти уже раз, 25 натянуть на 75, вот и все. Понимаешь? И когда я провожу опросы, все эти кмисы, шмисы, перемисы, блин, еще раз говорю, все показывают очень просто. 75 за переговоры, 25 против. Возьми выборы любые, 75 на 25. Ну, может, у меня аудитория такая, хорошо. А что, у кмиса лучшая аудитория? Лучше, да? У тебя не может быть релевантной аудитории. Серьезно? А у кмиса релевантная. Сидишь ты, ты где? Ты в Украине, да? Ты в Украине, мой друг, да. Звонит тебе, я кмис, я звоню тебе из Словакии. Уважаемый Макс, здравствуйте, это кмис. Скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы сдать себе перемогу и не зробить прямо зараз? Учти, ты говоришь по открытой связи мобильной, в то время, когда у тебя, в принципе, любой бомж может на улице проверить твой телефон. Макс, твой ответ на мой опрос. Это про релевантность аудитории. И шов у дупу. А, в этом смысле, да. Все, мы поговорили о релевантности, все понятно? Так вот, я тебе еще раз говорю, мой друг. 75, блядь, на 25 доходя головой об стену уебитесь, понимаешь? И все беды Украины, это просто два пика, они не имеют никакого отношения к войне. Сейчас, сейчас, стоп, стоп, стоп. Стоп. К миграциям, ко всему остальному. Попытка натянуть 25 на 75 заканчивается тем, чем заканчивалось четыре электоральных цикла в Украине. Четыре. Понимаешь? А теперь идем дальше, мой друг. Про уебись головой об стену. Так вот. Скажи, мой друг, пожалуйста. Я где-то уже начал об этом говорить, по-моему. Извини, да. Извини. Не запикивать потом. Для краткости. Да, не запикивай. Господи, слушай, во время боя старшина переходит на мат, и информативность речи возрастает десятки раз. Вот. Это... А, Ютубы, да, с этими хуже, да. Там всякие эти бегают, да, надзиратели. Ладно, бог с ним. Смотри. Значит, что хотят товарищи из США? Они очень далеко, понимаешь? Им абсолютно фиолетово... Я не знаю, анекдот этот мы успели записать, грязный, по поводу Югославии и истории географии. Вот. Но, тем не менее. Значит, смотри, мой друг, что получается. Штатам, на твою географию, вообще глобальному миру, глубоко насрать. На географию, политический режим и так далее. Есть некая территория, у которой есть ресурсы, и которая должна их поставлять на глобальный рынок. Кто контролирует ее политически? Каат и так далее. Никого в глобальном мире не гребет, понимаешь? Я вот уже много раз говорил. Поэтому входить в новую эру, как это видят некие лоббисты из США, они хотят не только с новой Украиной, но они хотят входить туда и с новой политической, социоэкономической картиной. Понимаешь? Сейчас вам станет все понятно, как Божий день. Так вот, внимание, если вы запускаете в пруд некую суперрыбу, вам нужно почистить пруд. Он должен быть стерильным, понимаешь? Стерильным, для того, чтобы перевернуть 30 лет истории. Как избавиться от написанного там за 30 лет? Очень просто. Ты запускаешь суперрыбу или любую рыбу, но просто даешь ей электрошокер в руки. Ну, не даешь ей, а сам пользуешься электрошокером вокруг нее. А она плавает и чистит потом, пожрала всех. Запускаешь эту рыбу, делаешь моноэфир, ну, все, что надо. И эта суперрыба вычищает все, пользуясь ВП, специально, короче, неважно как, огнем и мечом. Опа, и суперрыба одна в этом пруду. Гениально. И что ты думаешь, что суперрыба будет далее царствовать? Нет, мой друг. Я когда-то рассказывал очень важную историю, зрителям это будет понятно. Дай бог, чтобы после этой передачи у них больше не возникало вопросов. Я им рассказал одну старую историю из моей жизни. Когда я был против Юли в свое время, а тогда шла Юля и Янукович. Я был против Януковича. Но я говорил, что хрен с тем Януковичем, но как-то пережить можно. А Юля это человек, наделенный энергией, который строит пирамиды. Храни Господь вообще такого человека, пустить во власть. Он уже построит, вот это суперрыба, которая построит эту пирамиду. И все. И это навсегда. Это жопа. Нельзя этого делать. Пригнали целого сенатора. Ему там за 80 лет. Ну, бывшего. Целого сенатора. Пригнали, позвали меня к нему из серии. Миш, давай поговорим. Ну, что за... О, Макс. Прям в эфире. Чистое спец. Макс. Удиви печень, выпей чайку. Горячее. Вот. Короче, Макс. Значит, позвали этого хера. И он давай мне мозги промывать. Ну, он периодически... Да ладно, ничего себе, ты стаканами пьешь. Вот. И он периодически начал, значит, мне это, спокойненько обсуждая свою простату и простатит, который ему нужно полечить, спрашивал меня, почему я такой весь против и так далее. Я ему объяснил про пирамиду. Он говорит, Миша, а ты умеешь строить пирамиду? Я говорю, нет, не умею. Говорит, ну тогда нахер ты нам нужен. Тогда иди к ней, будешь с ней строить пирамиду. Я говорю, какую пирамиду? Говорит, дебил. У всякой пирамиды срезанная верхушка, и над ней стоит пирамидон. Поэтому для того, чтобы мы владели миром, мы можем и учимся все эти пятьсот скуем лет, мы занимаемся тем, что мы меняем во всех странах пирамидоны. Мы их ставим. Но для того, чтобы это работало, какой-нибудь раб местный должен эту пирамиду построить. Потому что не я со своей простатой, не ты, Миша, эти пирамиды не построим. Поэтому нужны местные, которые строят эти пирамиды и думают, что будут ими управлять. А мы будем менять сверху пирамидоны. И открытия никакого сейчас не сделал, Миша. Отлично. Я вообще не претендую на открытие. Я просто хочу, чтобы люди это понимали. Так вот. Если в стране появляется некая суперрыба, которая строит пирамиду и вытесняет всех, то на финальном этапе происходит что? Приходит гегемон и меняет нахер. Одной пирамидон на другой. Что я хотел вам донести, мои друзья? Все говорят о переговорах. Серьезно? Вы же прекрасно понимаете. Я миллиард раз вам это аргументировал на пальцах. Say stop. Знаешь, такая естественная? Say stop называется. Вот. Я вам на пальцах показывал, что переговоры возможны только на уровне США, Китай и Америка. Больше никак они невозможны. Нет никаких переговоров в плоскости РФ Украина. В принципе, они существуют. Понимаешь? А почему же, почему же в таком случае США не идут? И Россия, в принципе, тоже там дули рисует. Хотя Россия и фиолетово. Почему же США не идут на переговоры прямые? Хотя знают, что решение именно там. Мы на 100% зависим от их бабла. Мы на 100% зависим от поставок оружия. Мы вообще на 100% от всего там зависим. Но почему? Да потому, что если на это пойдут сами сейчас США и Россия, суперрыба в Украине останется при власти. А им это не нужно. Поэтому единственный вариант, который есть, это добиться того, чтобы суперрыба пошла на переговоры с Россией напрямую. Ты понимаешь, что если власть пойдет на прямые переговоры с русскими, ей пиздец. Вот по-простому. Ты это понимаешь? Да, конечно, да. Смотри. Ага. Стоп. Нет, не надо. Я заканчиваю мысль. Так вот, если ты это понимаешь, то ты понимаешь, до чего. То есть в результате все равно будет так, как договорятся русские с американскими. Это коню уже понятно. Потому что, в принципе, все речи не контроля там. Русские равняют под ноль всю инфраструктуру и энергоструктуру. Им насрать. А американские сидят и ждут, когда суперрыба сама на себя наложит руки. Вот и все. А что будет по факту им фиолетово? Понимаешь? Я не могу с тебя просто. А что не так, мой друг? Так вот. Тебя разу не заебали эти все разговоры о том, что это только Киев и Украина решат, когда нужно говорить. А мы будем поддерживать. Да. Сколько еще? А русские говорят, да, да, поддерживайте, ради бога, да. Сейчас мы им еще два трансформатора. Что, у вас четыре есть? Не вопрос. Что я вам сказал? Я вам сказал, друзья мои, в таком случае только под полный катарсис и только тогда суперрыба сохраняет себя и только тогда, возможно, передача на высокий уровень с сохранением суперрыбы. Ну, пойдут ли на это США? Так вот. А теперь перевожу на простой язык. Я вам сказал, что можете там бить целую об стену. Никаких переговоров до окончания катарсиса не будет. В принципе. Потому что самоубийц здесь нет. Вот и все. Ну, в смысле, во власть. Так вот, друг. Сообщать мне это. Тут, я не знаю, совпадает это с подавляющим мнением. Не совпадает. Я по поводу социологии уже посмеялся и показал свою и Кмисовскую. Поэтому нет. Поэтому не знаю. Многие скажут, что сейчас позиция власти совпадает с позицией народа. Ну, отлично. Я только за. Но тогда я всем вот этим стенателям и кричащим, значит, что все херово и так далее, я хочу сказать, ребята, не будет никаких переговоров до завершения катарсиса. Что такое катарсис? В три этапа русские хлопнули энергосистему, инфраструктуру. Хлопнули. Все рассказывают, так где же оставшиеся. То есть 30%, 30%, 30% и еще 10%, о которых я говорил. 10% не будет пока. 10% это удар по генерации. Это тогда, когда вырывает из пола, вырывает ротор. Понимаешь? Вот есть у... Вы там покупаете эти генераторы и так далее. У них есть обмотка и ротор. Но только в значительно больших объемах. Представьте себе этот ротор размером с вашу квартиру, который вырывается из пола и носится по всему машинному залу. Вот что такое 10%. Но этого пока нет. А что же делают русские? Они хлопнули 30, 30 и 30. Поставили на грань блэкаута. А для того, чтобы был блэкаут, не нужно 10%. Достаточно, чтобы за бортом было чуть-чуть попрохладнее. Больше ничего не нужно. И нет больше ни производительности труда, ничего нет вообще. Нет экономики. Арселор вообще остановился. В принципе. То есть ничего не производится. Все бабки, которые тебе закачивают, там 4 миллиарда, 5, да хоть миллиарды, там миллиардов будут тебе заказывать. Друг мой, что ты на них купишь? Ты купишь только на Западе. То есть ты вернешь бабки туда, откуда они пришли, стимулируя их производство и потребление у тебя, под твои долги. Точка. Больше никак. Вот что происходит. Так что делают русские? Они просто, извини, второй раз выравнивают, в кавычках. На 90% хлопнули. И каждый раз, когда ты чинишь что-нибудь, они выравнивают. А тебе рассказывают о том, что они, что там это, будут там ракеты собирать, что-то у них там надо техобслуживание провести, жопу помыть там и что-то еще. Нет, они не моют жопу. И техобслуживание они не проводят по другим причинам. Они лупят следующими ударами. Значит, 90% тебе вырубили. И ты начал это дело чинить. Ты истощил все запасы, что есть у тебя. Второй раз. Опа. А у тебя запасов нет. Куда ты побежал? В ЕС и в Штаты. Что ты начал делать? Истощать их запасы. Дело не в бабле. Дело в высоковольтном оборудовании и всем остальном. И оно не бездонное, понимаешь? Его нет так много. Поэтому ты истощаешь там. А на себя цепляешь долги. Второй раз ты завел. Второй раз хлопнули. До трети, четвертой. До тех пор, пока оно не истощится. В ноль. А потом на этот предел, 90. Они будут держать. А 10. Это когда они хлопнут 10. Тогда ляжет вообще все и навсегда, мой друг. Я думал, на полгода. Я написал полгода. Если они 10% хлопнут по генерации, то это на полгода. Минимум. А мне ребята-инженеры пишут. Миша, это не на полгода. Это навсегда. Когда вырывается ротор и все остальное в зале. Это навсегда. Понимаешь? Так вот. Я вам скажу следующее. Для того, чтобы эти переговоры, о которых так кто-то, блин, там орет. Ой, включите свет. Все-все-все. Давайте переговоры. А им кричат, а вы зрадники. Да какой переговоры. И так далее. Я смотрю на это все. Вы что, не понимаете вообще, что происходит? Эти сказали. Перевернуть страницу и нам плевать на вашу географию и экономику. Но минус политика. Поэтому вы вступайте в переговоры. А наши сказали. Мы не самоубийцы. А русские сказали. А нам вообще фиолетово. Понимаешь? Вот и вся иедрическая картина. Понимаешь? Теперь идем дальше. Стоп. Я закончу. Стоп. Я закончу, а ты уже. Рыбы расплылись уже. Да хрен с теми рыбами. Если рыбы дерутся в реке, значит сверху проплывал британский галеон. Теперь дальше идем. Значит смотри, мой Макс. Что они хотят? Это очень важно для каждого. Вы что думаете? Что все остановится? Сначала должно завершиться и выровняться. До тех пор, пока не останется запасов там. Это первое. Второе. Скажи мне, пожалуйста. Если ружье в 200-300, ческока их там тысяч, этих мобилизированных, висит на стене, то что их целую зиму будут просто так кормить, чтобы они ждали весны? Да ни хера. А Беларусь? Беларусь, мой друг, внимание на Запад. В чем смысл любых договоренностей, если идут поставки через Запад и Запад существует? Я имею ввиду западную часть. Да ни в чем. Поэтому, друзья мои, внимание на западную, то есть волыни ровно, и на север для отвлечения внимания чернигов. Понимаешь, мой друг? Фейерверки там будут для того, чтобы ухлопать то, что там осталось и поставки все остальное. А для того, чтобы это случилось, мой друг, должен быть полный блэкал. Так вот, когда хлопнут 10, тогда начнется танк. И все это будет еще до Нового года, мой друг. Понимаешь? А вот тогда, вот тогда, да, тогда и переговоры, и международные конференции, и все, что хочешь. Тогда все понятно. Вот как оно все будет. И всю математику и логику того, что происходит и как, я только что вам всем изложил. Добавить мне больше к этому нечего. Вот, ты понимаешь, с тобой неинтересно разговаривать в таком случае, потому что реально вот ты все, блядь, накрыл медным тазом. Нет, я еще не стукнул, сука, сверху. Так, ладно, подожди. Между прочим, так, стой, 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 я должен прорефиксировать про твой медный таз. Ты знаешь, что с помощью медного таза маленькое войско победило огромнейшую армию? Помнишь ту историю? Когда маленькое войско с тазом медным вылезло на гору и спустило медный таз ночью, внезапно, спустило с горы. Вражеская армия, обосравшись, убежала. Потому что звук был охереть какой. Не просто так. Песков заявляет. Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло. Имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования России и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения. Наши прокомментировали. Подоляк говорит, что Россия уже официально заявляет, что мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования. Лукашенко подключается. Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, при том в огромном количестве людей, тяжело, трудно, надо остановиться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Данилов сверху накладывает. На ваши ракеты, ни ваши шахиды, ни ваши обстрелы роддомов, ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание уничтожать рашистское чудовище. Со стороной террористов переговоры только через прицел сил обороны. Ну, Макс, ты только что подтвердил все то, что я сказал. Значит, есть два, нравится это или не нравится. Есть Китай, Россия и США. Абстрагируемся от моноэфиров и прочих Даниловых. Абстрагируемся. Это нихера не влияет на глобальную раскладку. В этом мире земной шарик делят три ключевых страны. Ну, две. Потому что Россия это просто предаток сейчас Китая. Ну, реально предаток. Они помогают Китаю стать вторым центром. То есть предаток. Хорошо. Ну, Китай, РФ и США. Только там лежит решение проблем. Только там. Но США сказали. Ну, то есть они уже там все дотерли, поверь мой друг. И по глубоководным портам. И по этим удобрениям и зерну. И по снятию санкций по металлам торговли в лондонской бирже. И по страхованию. И по цивильную авиацию говорил. И по цивильной авиации. И по расчетам. Там через некоторые банковские эти самые. И оплата денег через американские банки на ряд операций в России. И все. Слушай, товарищи уже все дотерли. Гештальт закрыт. Дотерли товарищи. Теперь вопрос в другом. Значит. Либо это делается руками украинской власти, чтобы ее обнулить. Либо это делается путем обнуления страны. Все. То есть вот я, извини. Знаешь, как кого-то на костре пытались сжечь. А все-таки она вертится. Понимаешь? Все. Вот тебе весь расклад. Поэтому одни толкают к тому, чтобы эта украинская власть села за стол переговоров. А вторые говорят нам, в принципе, Фиолетову. Теперь касательно инфраструктуры и так далее. Друг мой. Напомни мне, пожалуйста. Только честно и объективно. Югославия. Скажи, пожалуйста. По каким объектам наносились удары в Югославии? Критическая инфраструктура, но в первую очередь. До наземной операции. Я понял. То есть критическая инфраструктура и гражданские там. Да. Я помню, там воды не было даже. Да. Но я же говорю, до наземной. Израиль. До наземной. Да. Да. Абсолютно правильно. Скажи, мой друг. А в Ливии, я анализировал это. Там, где теперь две демократические страны. В кавычках. А в Ираке. А, чего я так далеко хожу? Скажи, пожалуйста. Израиль недавно нанес удары по независимой субъектной стране Сирия и Ирак. Скажи, по каким объектам были нанесены удары? По тем же, Миш. Ты к чему ведешь? Да, по тем же. Не-не, ни к чему. Я просто задаюсь вопросами. Вот. И многое другое. Чего мне далеко хожу? Всегда во всех войнах удары наносятся по критической инфраструктуре перед наземной операцией. Всегда и везде. А термин СВО, специальная военная операция, был впервые введен Соединенными Штатами Америки. Если вы этого не знали. И многое другое. Я к тому, что этот мир циничен, рационален и прагматичен. В нем нет друзей и нет врагов. В нем есть только интересы. Причем собственные интересы. Больше никак. Причем они изменяются. Сначала были друзья афганцы, а потом они перестали быть друзьями. Сначала были друзья курды, а потом они перестали быть друзьями. Ну так по-разному бывает внезапно. Так вот, то, что сейчас происходит, это все то же самое, что было и будет после нас. И мир не вращается. Земная ось не проходит через Киев. И все тут теперь мне понятно. Еще раз скажу. США. Язуитски. Принуждают. Власть Украины к переговорам. Власть Украины говорит о том, что никто нас не принуждает. Но при этом 174 поста о том, что хер вам на воротник. Выходит Лукашенко, который говорит, да ну все-таки давайте пора бы уже. А то, знаете ли, 200 тысяч у нас тут уже на низком старте к вам. Вот. Русские следят себе, блин, тихонько ракетами постреливают. Понимаешь? Вот и вся картина. В результате все понимают, что решение лежит вне плоскости Украины РФ. Но прежде есть два варианта. Либо передать на международный уровень посредством сжигания украинской власти, то есть предложения прямых переговоров. Либо посредством катарсиса. Вот и все. По итогу все равно международная конференция. Весной. Но выход к ней через сжигание власти внутри, через франду и так далее. Либо через катарсиси страны. Все. Что я еще должен вам сказать? Запишите себе это. Моя роль сегодня маленькая. Значит, просто цитаты суперрыб. Ну, или мелких, мелких. Значит, щук. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что смена власти в Украине не является целью для так называемой спецоперации. Иезуит сраный. Да. Иезуит. Значит, какие цели... У штата учатся, сто процентов. Да. Какие цели? Вот. Девять месяцев войны. Да. Вот мы вчера вспоминали об этом. Девять месяцев. За девять месяцев женщина выносит целую жизнь человеческую. Да. У нас 431 ребенок погиб за эти девять месяцев. Еще 800 даже больше ранены. Да. Но самое главное, что за эти девять месяцев Российская Федерация не смогла сформировать до сих пор информационно точных целей. Что же она делает в Украине? Да. То есть, они не могут никак информационно оправдать бегство там оттуда, оттуда, оттуда. Наземное бегство из Херсона, изюма и так далее. Но при этом они нагнетают ситуацию, что они все больше и больше сталкиваются с силой целого мира против них. То бишь, сила НАТО, сила Запада, а не только с Украиной. Поэтому уже, условно, война с Украиной в информационном пространстве России особо-то не звучит. Звучит исключительно война с НАТО. Да. Что ты думаешь по этому поводу? Если более приземленно, Миш, скажи. Потому что глобально-то это понятно. А вот более приземленно. Мы же видим, что у нас наземные операции приземленно. Село за селом освобождают наши ребята. Макс, я абстрагируюсь, понимаешь? Потому что... Ну, давай так. Я тебе в глобальном пределе это все дело опишу. Этаж великого ОСБД. На нем есть две квартиры. Которые когда-то были общей коммуналкой, потом развелись. Две квартиры. А может быть больше, но пока что внимание приковано к нам. Ты рассказывал эту историю в прошлом эфире. Да. А я по-другому не могу вам это объяснить. Так вот, мой друг. Значит, я это не объясню. Одна из этих квартир вдруг стала исторически, или получила по праву там чего-то родителей и так далее, получила право быть одним из центров директората этого ОСБД. Ну, там три, четыре, пять этих директоров. Так вот, одна из них стала. Внутри, когда голосуют эти директора, у них свой консенсус. Ну, или, скажем так, баланс с силой. Вот. И, собственно говоря, вот так они себе и живут. Каждый себе свой этаж контролирует. Знаешь, как в 90-х вообще. Да, там третий этаж, там одни держат, пятый этаж, другие и так далее. И вдруг Макс, живущий в соседней со мной квартире, вдруг, вместо того, чтобы сперва получить ярлык на княжение от имени одного из других пяти центров, получить этот ярлык и крышу, понимаешь меня? То есть договор ярлык и крышу, он берет и отбойные молотки, эти перфораторы по утрам и все остальное, берет и складывает в своей квартире, соседствующей, складывает у тебя. А я за этим наблюдаю, я говорю, друг мой, Макс, скажи, пожалуйста, ты ярлык получил? Ну, то есть ты часть вообще того директора ОСББ? Ты говоришь, нет, но я стремлюсь. Я говорю, ясно, ясно, стремишься. А директор ОСББ тебя, извини, нахуй сколько раз послал? Я чуть-чуть сбился, можешь мне напомнить, сколько? А и ты сам не считал сколько раз? Бывает. Скажи, пожалуйста, а нахера ты его строительную технику складываешь у себя в квартире рядом с моей смежной стеной? Можешь мне это напомнить? Ясно, Макс. А, кстати, по утрам ты начал долбить в Очакове. Долбишь из Очакова. Я тебе говорю, ты слушай, не надо долбить из Очакова? Почему? Я вам сейчас напомню, с чего все это началось. Очаков, вы забыли? Гугль в помощь. За полгода, по-моему, за полгода, до начала войны. Что такое Очаков? Это точка контроля Крыма. Точка контроля Крыма. Почему? Потому что, согласно конвенции, вражеские или там другие корабли, не входящие в акватории Черного моря, ну, стран, не входящих туда, согласно конвенции, не могут находиться дольше определенного периода времени. Но они могут базироваться где то, что есть Черным морем, но что по конвенции не является Черным морем, и эта точка называется Очакова. И вдруг там появляется некая британская, да? Я правильно понимаю? Нечто. Потом выходят... Британская, конечно, но это неподтвержденная информация. Ну, то есть это можно... Конечно, неподтвержденная, да. Я сейчас тебе гугль включу, и вся эта информация будет подтвержденная чиновниками того времени, которые выходили и смеялись, когда говорили, нельзя по конституции вражеские базы строить. Нельзя. Ну, или партнерские, какая уже хрена разница, по конституции нельзя, да, и по другим документам тоже нельзя. Говорят, вы знаете, а кирпичи-то украинские, значит, можно. Ага, ну, хорошо, можно. А кораблячи, ясно. Миш, ну, это наше суверенное право, можно по конституции, нельзя, там же я тоже изменял. Что? Подожди, 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 суверенное право кого? Размещать иностранные базы на своей территории или нет? Так ты сперва изменяешь конституцию, правильно? Нет, еще раз, изменение конституции, это наше суверенное право. Хотим, меняем, хотим, не меняем. А, так надо ядрить твою дивизию, так ядрить твою позицию. Так и в НАТО это наше суверенное право, правда? Берешь, срешь на декларацию о независимости, вносишь в конституцию, вступление в НАТО. По большому счету, да. Да, правильно, я тоже так. Но иногда суверенное право нужно обрамить в международную геополитику, но это другой вопрос. Нет, нет, Макс, я к чему веду. Я только за, пойми меня правильно, я за базы, особенно британские. Эти пизды наставят русские, я не сомневаюсь. Я за базы, и я за НАТО, я за все. Только сначала, мой друг, ты получаешь ярлык подписанный, что они вписываются за тебя, и ты часть этого всего, а потом размещают. А не наоборот. Когда ты размещаешь там, для них, а когда тебя начинают за это ебать, они тебе дули рисуют. Фамилия Порошенко тебе о чем-то говорит? Совершенно нет. Нет? Так вот война началась с этой фамилии. Понимаешь, мой друг? Вместо того, чтобы эти 75%, которые после того пошли против того, что творил Петро, мы попытались 25% натянуть на 75% глобуса. И закончилось тем, чем закончилось. Так вот. А теперь возвращаясь к тому, что ты сказал. Теперь все стало на свои места. Еще раз, друзья, мы. Сперва, как это, а можно утром, утром стулья, вечером деньги? Можно. Но деньги вперед. Ну, правильная же была позиция. Еще раз. Базы, не знаю, что там, войска, вооружение, все что хочешь. Сперва ярлык и вступление. Потом базы. Не наоборот, не перепутай. А когда ты делаешь наоборот, это чуть-чуть по-другому. Понимаешь? Вот. Теперь возвращаемся к чему. К чему ж толкают? С чего началось? Началось с Очакова. Очакова – это точка контроля Крыма. И с Крыма. То есть, который Очаков контролирует. А Крым для русских что? Непотопляемый авианосец. Понятное дело. Хорошо. Идем дальше. Крым – непотопляемый авианосец. Очаков – база. Напомни мне, мой друг. Для продления зерновой сделки мы выступили с инициативой того, чтобы добавить порты, расширить географию портов. Правильно, мой друг. Скажи, пожалуйста, а если выйти по этому коридору может всего, грубо говоря, образно? Десять судов. А если портов будет миллион, это повлияет на десять судов, которые физически могут выйти по коридору? Нет. Нет. А в чем тогда смысл расширения географии? А в том, мой друг, что из портов Николаева суда могут выходить мимо чего? Мимо Кинбурна. А Кинбурн – это что? Это контроль Очакова. А Очаков – это что? Это контроль Крыма. Пазлики сошлись, мой друг? Сошлись. И многие новости у тебя тоже в голове сойдутся. Так вот еще раз сообщаю. Все это, ключ к этому всему, был озвучен на так называемом Стамбуле-1. Помнишь эти переговоры? Их приветствовали? Напомню. Их власть приветствовала? Не надо. Не надо так сказать. Власть их приветствовала. Товарищи крымские татары, которые туда ездили, от межлиса, приветствовали? Приветствовали. Русские вроде приветствовали, американские, да все приветствовали. Эти, турецкие. Британские не приветствовали, было дело. На этом все закончилось. А что же было ключевого в этом Стамбуле-1? А ключевое там было кемсковолость. Что ж не ясно, кемсковолость. А что такое кемсковолость-то? А, это Крым. Крым выносится за скобки. Понимаешь? И суть этого всего, убираем туман. Вот так, туман делаем, вот так. Значит, суть сводилась к следующему. Всегда все переговоры и фиксации происходят на текущих условиях, а не прошлых. Говорилось. Под международным контролем давайте проведем там референдум. Ну, то есть ни русским, ни украинским, не турецким. Проводим там референдум на текущих условиях. Под международным контролем. И если они говорят Россия, значит Россия. Но для того, чтобы это провести, это длинный дипломатический путь. То есть мы входим в дипломатический путь, во время которого 15-25 лет русские являются де-факто владельцами. Снимаются вторичные санкции Британии, которые были введены по поводу аннексии Крыма и так далее, незаконной. Короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла, Миша, подожди. И сегодня утром Зеленский, точнее ночью, заявляет, что без плана де-оккупации Крыма все это бессмысленно. Все, точка. А, прости, а... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Уточни, пожалуйста, без какого плана? А ну, а ну, уточни, процитируй мне эту новость. Подожди. Я могу ее тебе процитировать. А ты уже знаешь? Я могу ее процитировать. Конечно, мой друг, я все знаю. Информация мой хлеб. Я знаю завтрашние новости. Хорошо, я тебе сейчас открою. Я открываю, да, просто цитаты перед глазами. Нет, сейчас. Решение, не предусматривающее де-оккупации Крыма, пустая трата времени. Вот это цитата Владимира Александровича Зеленского. А до этого? Нет, там еще было предложение. Это интервью для Financial Times. Еще одно. Да, еще одно предложение. Президент Зеленский готов рассмотреть варианты... Что Зеленский? Подожди. Президент Зеленский готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, которые не предусматривают де-оккупацию. Стоп, мой друг. Скажи, пожалуйста, какие там есть стадии этого принятия неизбежного? Напомнишь мне эти стадии? Ну, да, да. Что там гнев, что там еще? Да, да, да. А потом чем? Потом что еще? Принятие. Ну, есть такая стадия торг. А, торг, точно. Точно. Ах ты, блин. Ага. Ну, все. То есть, если раньше мы не допускали, то теперь допускается вариант дипломатический. Правильно понял? Ясно. Допускается. Хорошо. Ну, это то, что Соливан сказал, как я понимаю, Владимиру Зеленскому, да? Только вынести Крым за скобки на 7 лет. Каких 7? Изначально было 15 или 25. Ну, а Соливан же вроде говорил о 7. А вынос? Так. Я рад, что мы с тобой торгуемся. То есть, по поводу того, что мы его выносим, спора нет, да? Нет. Это как это? Всех расстрелять и попросить с Крымской схемы в зеленый цвет. Можем ли мы Крым вернуть наземные операции военные? Не уверен. Только если россияне оттуда сбегут, правильно? Не уверен. Ну, да. Но для того, чтобы они ушли со Змеиного, нужно было эту зерновую сделку. Да? Харьков была вообще ложная цель. Это я сразу говорил за месяц. И они оттуда уйдут с Харьковской области. А тем более, там идет аммиакопровод Тольятти-Одесса. О котором, между прочим, оказывается в ОАЭ мы разговариваем. И да, Сергей Кифоров, пресс-секретарь президента, подтвердил, назвав это не переговорами, а обычной, контактной, значит, вот этой вот... Как он такое слово сказал? Ну, в общем-то... Ладно, неважно. Это не переговоры, а просто какие-то связи. Ничего там страшного. Ясно. Фиксируем. Значит, по Змеиному сделке понятно. Рутина. Вот, рутина. Рутина, да. По Харькову с рутиной и этим Тольятти-Одессой понятно. По Киеву под Стамбул-1 тоже понятно. Ясно. И то, что я за месяц предсказал, что будет с Херсоном, тоже понятно. И это, очевидно, под Стамбул-2. И я сказал, что Кидалова со Стамбул-2 уже больше не будет. А потом полетели ракеты на Польшу. А потом это не сыграло. Но потом начались... Русские начали обстреливать ЗАЭС. И это тоже не будет играть. Потом я сказал, что, в принципе, все равно это через катарсис. Потом, потом появился Данилов, который сказал, что вы хоть головой об стену убейтесь, а на переговоры не пойдем. Потом, потом опять эти все ракеты и так далее понятно. А потом Беларусь... А, я это все в первой части описал. Макс, извини, я трошки задумался. Бывает, да. Так что мы говорили о каких стадиях неприятия? Так вот, мой друг, я тебе еще раз скажу. Все понятно. Стамбул-2. И об этом сказал глава МИД Турции. Гаденыш. Взял и сорвал, понимаешь, все покрова таинственности. Есть у тебя-то цитата его? Нету? Он сказал, что, в принципе, я переведу тебя на... Нету, на простой язык. В результате все равно все закончится переговорами. И эти переговоры будут на базе того, что было на Стамбул-1. Стамбул-1 это, по сути, Крым. За скобки. По сути. Но он сказал, вы знаете, поскольку времени там много прошло с момента Стамбула-1, поэтому Стамбул-2 будет на значительно худших условиях. Гаденыш, правда? Я тоже так считаю. Гад. Гад. Сволочь. А помнишь анекдот, да, такой грязный про папу, который маму, дочку как-то вот некрасиво отпускал на дискотеку, а потом к нему братик приходил ее, значит, и тоже хотел туда. Папа ему предлагал разные варианты и тут отказывался. А потом, в принципе, согласился, но что папа сказал, знаешь, в принципе, правильно, твоя дочка умнее, она уже давно на дискотеке. Это по поводу Стамбул-1, Стамбул-2 и вот этой гадости, которую рассказал нам МИД Турции. И все это мы накладываем на то, что сказал Салливан, то, что было в Financial Times, и слова Данила по поводу «Да убейтесь об стену, переговоров не будет». И на мои слова в первой части по поводу того, что же, собственно, происходит. Да, Макс. Вот такая она сложная картина. Значит, смотри. Да, надо уже заканчивать. Я просто скажу об оперативном. Значит, российское руководство рассылает своим вооруженным силам так называемые документы о войне с НАТО в Украине, то, о чем я говорил. Им говорят, что для победы нужно мобилизовать не один миллион человек и не 300 тысяч мобиков, а 5 миллионов и допускают введение военного положения в России. Об этом, значит, на брифинге сообщил главный оперативный генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Наш, значит, вот вчерашний брифинг. Цитирую. Врагом продолжает уделяться внимание и информационной составляющей войны. Так, главным военно-политическим управлением Министерством обороны РФ подготовлен и разослан документ под названием «Выводы войны с НАТО в Украине». Скажи, пожалуйста, Миша, какова вероятность того, что мяса из России будет больше? Да, вот эти мобики, которые сейчас заканчивают подготовку, насколько я понимаю, они не очень хорошо воюют, как мы видим. Да, вот сегодня наши ребята уничтожили по сводке 400 человек снова. И много-много-много-много грузов 200. В общем-то, какова вероятность, что будет миллион или 5 миллионов? Да, и наземная операция может растянуться не так, как ты говоришь. Ты просто как один вариант рассматриваешь. Катарсис, переговоры, Стамбул, два и так далее. А наземная военная операция долго будет продолжаться? Макс, 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 Макс. Макс, я специально не говорю о наземных вещах. Я всегда, вот в чем моя особенность, каждый в своем. Я разбираюсь хорошо в глобальных пределах и в логике международных событий. Но я не специалист по наземным операциям. И по всему остальному. Поэтому я ничего не скажу. Больше того, я должен об этом сказать. Потому что, знаешь, у многих тоже происходит искажение картины. Никакие жесты доброй воли, переговоры или что-либо еще невозможны без сильной и уверенной позиции наших ВСУ. Согласен? Ну, не стали бы русские вообще ничего говорить. Понимаешь? Поэтому нужно четко понимать, что все переговоры, шморы, вся эта геополитика и так далее, это все исключительно при условии сильной позиции ВСУ. А она у нас более чем сильная. Ебем ли мы их наземным образом? И в хвост, и в гриву, мой друг. Понимаешь? Даже если у нас говно и палки. Даже если нам пробники дают. У нас лучше. Понимаешь? И они это тоже понимают. Теперь касательно 5 миллионов. Для чего делается мобилизация? Можно ли 5 миллионами задавить? Да, теоретически можно. Но, скорее всего, не для этого. Дело в том, что когда происходит крах экономики, то есть нет работы. Просто нет работы. Нет экономики, нет работы. Но у тебя есть, допустим, доходы от нефти и газа. Ну и что дальше? Ты будешь раздавать безусловный доход гражданам? Или что ты будешь с ним делать? То есть заработать может только одна компания. Грубо говоря. Образ. Ну пусть 5 компаний. 10. Заработать могут 10 вертикально ориентированных компаний. Сколько людей работает в этих компаниях? 5 процентов. 2 процента. Сколько? Но они формируют весь бюджет. То есть они получают сверхдоходы. У них просто тучи денег. И что толку, если 10 компаний имеют тучи денег? А экономики в стране нет. В принципе. И люди не могут заработать. Что тогда? Правильно, мой друг. Тогда мобилизация. Когда ты формируешь, как у нас, эти феодалы делали. Не военную, а паркетную ТРО. Все бездельники, бандиты и так далее идут в феодальное ТРО. Не путать с реально военными в ЗСУ. Как куча моих друзей туда ушло. А именно феодальные. Ну я сейчас не вижу. А ты им платишь по 30. Ну ладно. Сейчас они военные, да. Наладили у нас. Нет, не одни. Ну я тебе говорю о том, что я вижу. Я не вижу того сегмента, о котором говоришь ты. Но мы этот период проходили. Мы этот период проходили. Может быть, в начале, да. Вот так же и у русских будет. А им надо 5 миллионов посадить на 30 тысяч гривен, грубо говоря, в месяц. Чтобы они изображали какую-нибудь там службу родине. И исполняли задачи правящему режиму. Понимаешь? Там врага найти. Там телефон проверить. Там посмотреть, нет ли у него в книжке украинского мира какого-нибудь. И так далее. И платить им за это. О, смотри, они при работе уже. То есть никакой полезной ничего они не делают, но они при работе. И они абсорбированы. Понимаешь? Если у тебя нет экономики, и у тебя только 10 компаний сверху зарабатывают бабки. И да. Русским, видимо, надо решить задачу. И в России. Не русским, а в России. Надо решить задачу. 5 миллионов прознашатающихся долбодятлов. Которым нету работы, нет ничего. Просто так деньги ты им дать не можешь. Хорошо. И хрен их поймешь, что они будут делать. Работа, не работа. Как это может повлиять на ситуацию? У нас тоже мобилизация будет объявлена. Более масштабная в данном случае. У нас, например, мужикам и так запрещено выезжать. И это понятно, почему. Это не значит, что все мобилизованы. Но мобилизация у нас продолжается. Военное положение продолжено до конца февраля. Но, в общем-то, на такие угрозы наша реакция какая должна быть. У нас военнообязанных до хренища. До хренища. Макс, для того, чтобы ты мог мобилизовать, у тебя есть в Украине 10 вертикально ориентированных компаний, которые имеют сверхприбыль. Русские на войну, по факту, на лето, конец лета, потратили 100 миллиардов, а заработали 150. Никуда себе санкции, да? Прикольно. Так вот, у тебя есть эти 150 миллиардов, 50 сурплюсов? Нету. Макс, да ты можешь мобилизовать хоть всех. Платить, обеспечивать, обмундировать и так далее, ты чем будешь? Объясни мне, пожалуйста. Ничем. Поэтому это, еще раз говорю, больше чего, бутылка ее, вот если бутылка на литр, ты не вольешь в нее литр 200. Понимаешь? Миш, что-то хорошее скажешь. У русских есть куда вливать. Ну, что тебе могу сказать? Хорошее. Да, в новой серии все будет хорошо. Да. Да. Я тебе больше скажу. Австрия сегодня процветающая страна. Финляндия процветающая страна. Не поверишь? В Камбодже тоже нормально. Южная Корея хорошо живет. Все будет хорошо, мой друг. Берегите ВСУ, я всегда говорю. Знаешь почему? Потому что в новой республике они будут гарантами нашей конституции. А мы с тобой обсудили, насколько важна конституция. Я же не против. Я только за то, чтобы было по конституции. Вытирать жопу ей нельзя. Это плохо заканчивается. Начинается. Возьми все. Вот, понимаешь, невозможно с тобой разговаривать сегодня. Невозможно. А что? Я хочу, чтобы было право, свобода и конституция. Разве это плохо? Если ценой в этой войне являются права, свобода и конституция, за что ты воюешь? Это слова Черчилля, перефразированные. Черчилль тогда, когда ему сказали обрезать расходы на культуру, он задал вопрос. Не знаю, правда это или нет. Он задал вопрос. Если ценой является культура, за что мы воюем? Поэтому не сокращать расходы. И я сказал, нельзя ограничивать права и свободы и конституцию. За это мы воюем. О, Макс, все будет Украина. Я тебе на полном серьезе говорю. Все будет Украина. Спасибо, Миш. Хрен вам. Хрен вам. Жарьте сало. Закусывайте, мы победим. Хрен они нас вгонят в какой-то, блин, мраке и так далее. Понимаешь, Макс, ну действительно, ты прав. В конце надо, знаешь, как-то... Еще раз говорю. Я оцениваю только геополитику. Ну, то есть те большие вещи. Наземное. Тот, кто сидит на земле, тот видит по-другому, как я. И это абсолютно правильно и понятно. Для того, чтобы работала геополитика, должны быть сильные позиции на земле. Но для того, чтобы грамотно оценивать и готовиться, нужно снимать эти очки розовые с этими розовыми полями. Это понятно. И нужно четко понимать, что расчет на то, что там Путин сдохнет, там Россия развалит, все-таки, конечно, понятно. Да, все это хорошо. И медведи пьяные бегают по Кремлю, тоже ясно. Ребят, нужно очень грамотно оценивать. Когда, знаешь, вот я общался с ребятами из фронта, они мне тоже говорят, Миш, заканчивай свои вот эти мобики, чмобики, да, это, блин, там мясо и так далее. Говорит, ни хера не мясо. Это нужно, не надо расслабляться. Это стреляющее мясо. Причем грамотное. Мы за 30 лет, мы с тобой говорили об этом, мы об этом с тобой говорили, нельзя недооценивать врага. Ну, нельзя недооценивать врага. И нужно играть с широко открытыми глазами. Нужно четко понимать все эти обманы в розовой пони. Нет друзей, нет врагов. Есть вечные интересы, есть жертвы и хищники. Есть те, которые живут как страны-фронтиры на границах двух империй и так далее. Нужно понимать первопричины и следствия. Нужно понимать игру этих интересов. И пытаться пропетлять. Можно в лобешник биться головой об стену. Пропетлять. Наша задача выжить. И наша задача в этом всем, и вот ту лекцию, что я читал в Швейцарии тогда, я ее заглавил очень просто. Мало, мало просто победить. Важно, ну, точнее, мало просто выиграть победу. Нужно не проиграть мир. Вот что важно. Не проиграть мир. Мы должны при этом не только победить русских, но и выиграть мир. А выиграть мир – это понимать уровень внешних долгов, понимать, как мы это все будем макроэкономически разруливать, понимать инфраструктуру, понимать, как мы будем возвращать украинцев обратно и мотивировать не просто социал-сидящих, а тех продуктивных, которые там есть. Как мы будем реабилитировать наших воинов, как мы будем их встраивать в экономику при всех-всех-всех, вот после этого всего. Как мы будем их обеспечивать сегодня и поддерживать их. Как мы будем геополитически и дипломатически решать все эти задачи. А для этого нужно четко понимать позиции хитросделанных лоббистов, а не везде. И левые, и правые, и фиолетовые такие в США, лоббистов во Франции, лоббистов в Германии, в Турции. Понимать интересы реальные, турков, поляков, британцев, американцев и так далее, и играть на этом всем. Вот, мы должны стать субъектными и взрослыми. Да, через боль. А как дети становятся взрослыми? Через боль и слом мира, где казалось, что вот есть родители, мир прекрасный, ты все можешь делать, ты можешь положиться. А потом оказалось, нет, ты сам это должен достигать. Боль и слом. И это я называю катарсисом. Боль и слом. Нет, это не победа русских, храни Господним до победы, шуракам до луны. И вообще никогда они туда не придут. Вопрос в том, что мы их по-любому здесь сломим. Нет, катарсис это излом внутри души, когда ты от ребенка переходишь во взрослую жизнь. И больше нет этих больших защитников, больше нет иллюзий и так далее. И ты сам объективно оцениваешь мир так, как он есть, и решаешь эти сложные задачи. Вот это и есть та новая республика, гарантами которой Конституции будут наши в РСУ. Я тебя благодарю за психологический тренинг личностного роста. Ну а что делать, мой друг? А что делать? Пить и... Сало жарим, закусываем и побеждаем врага. Не сдается гордый варяк. Еще раз всех прошу, тех, кто смотрел это видео, не подписавшись на наш канал, подпишитесь обязательно. Здесь интересные гости. И Михаил Чеплыга по пятницам. Спасибо, Миш, тебе еще раз. Кстати, подписывайтесь на ресурсы Миши Чеплыги. В Телеграме Миха Анархист. В Ютубе знаю, ты тоже ролики выкладываешь. В общем-то, до новых встреч. Тремаемся, тремаемся. Тремаемся, тремаемся.